Может быть я не совсем адекватный человек, но вот какой-то пунктик по поводу пересадки Вполне возможно, что видео будет очень длительное, поэтому наливайте чаек и я вас приглашаю вместе с собой Всем привет! Вы снова на канале Оазис Миссис Смит Господи, ну как же она надрывается У нас у соседей немного нервная собака, она все время повизгивает у них Ну и мои, конечно, лошади вслед за ней начинают выть Поэтому, если вдруг что-то где-то прервется, знайте, что я просто это дело вырезала Так, ну что, друзья, я немного нервничаю сегодня И решила успокоить свои нервы пересадкой растений У меня сейчас на столе стоят мои огланы ММ Приготовлен для них грунт И кое-каких из них мы с вами пересадим Они все пришли из абсолютно разных источников, из абсолютно разных мест Например, вот Сильвер Блю, она приходила из омской их закупки До сих пор сидит в том же самом грунте, не пересажена Вот эта оглашка приходила от Надежды с канала Зеленая жизнь И у нее, посмотрите, какие классные корешки наросли Вообще классные Ее надо бы тоже посадить, потому что мох пересыхает Да и мох это голодный грунт Хоть Надежда меня и убеждала, говорит, ну подкорми чем-нибудь жидким, да и все Нет, я решила все-таки ее пересадить Почему? Потому что растения, которые посажены мной Моими ручками, так скажем, да, в мой грунт Который для меня удобен при поливе Они становятся действительно моими Понимаете? Также хочу пересадить монгола Он сидит во мху Давайте, наверное, заглянем ему в корешки Вот смотрите, видите, какие корни пошли Класс И вот там, вот внизу Из ножек Да уйди Мошки летят Из-за мха летят мошки Вот И он начал Просовывать, да, свои корешки через ножки Дальше Кого еще? Супер Вайт Он приходил из Новороссийска Я потерял с того момента два листа Ну, все-таки адаптации, да Корней не вижу, поэтому хочу пересадить Незнакомый субстрат Опять же Дальше И вот эти две Вот эти две малышки Они приходили от Юли Канал Сад Зеленой Ведьмы Здесь шикарные абсолютно корни И вот они пока все это дело Ну, хотя сложно сказать, что не освоили Да, все освоено давно Их тоже хочу пересадить Хочу Хочу, хочу Павлин и Кутлас У Кутласа, кстати, тоже пробиваются корешки Вот видите Вот Кого-то из них вполне возможно, что пересадим в объем Примерно такой же А эту просто поставила для антуража Посмотрите, как клево разворачивает листочки Это Ну, подписала, да Подписала Salmon Fantasy Забываю все время, как она называется Salmon Fantasy Очень красивая, яркая девочка У нее, правда, вот нижний листик Идет уже в расход Потому что там целая куча деток у нее Да Ой-ой Нет, не смогу так Одной рукой, по крайней мере, точно не смогу убрать лист Вот этот тоже старенький И оба тоже, наверное, пустить в расход Но пока она просто постоит сегодня с нами Вот Очень красивая девчулечка Давайте, наверное, приступим Кого-то будем вытрясать Кого-то будем перетрясать Так Для самых чумазых Для самых чумазых Давайте, наверное, мы их потихонечку будем вытаскивать Ой, какая хорошая корневая Мох Заложен мох А говорят, что огланы мне нельзя переливать Ну, а как же они без влаги, правильно? Правильно Я тоже так считаю Потихонечку разберу Потихонечку Стараюсь никого не ломать Со временем очень плотный становится огром Дело не в том, что он плохой Дело не в том, что он голодный уже Дело в том, что он слишком плотный Посмотрите, какая шикарная корневая Да? Вообще Класс! Ей бы, конечно, уже и объемчик увеличить Ей, в общем-то, собственно, пора было Ну и давайте, наверное Что? До чистого вытрясать не стала Ну, какой смысл, да? Вот Этого вполне достаточно Малышка Уплос Помялся стаканчик Вот видите Помялся стаканчик Это при переезде Это нормальное положение вещей Так Грунт с песочком Ты моя девочка Так Ну вот у нее корневая не слишком богатая пока еще Ну вот С размером, да? С размером растения и корневая Так Чешуйки уберем Так Мы их пока вот так вот Сложим Так, давайте посмотрим Супер Вайт Да? Он тоже в незнакомом грунте сидит И он побалтывался Он и продолжает болтаться Продолжает болтаться Угу Грунт вообще не освоен Видите? Вот она как сидела, так и сидит Вот здесь, конечно, есть новые зачатки корешков Но они пока почему-то вот спят Поэтому мы ей спокойно Со спокойной душой Просто это дело все Заменим Да? Заменим И стаканчик мы тоже ей заменим Потому что он весь в скотче Бабах Бабах Так Пойдемте, девочки мои Сюда Так Сейчас грязь уберем А давайте, наверное, тех, что сидят в ампу Вот, например, 10 карат Да, монгола Мы с вами Оставим напоследок На закуску Да? О-о-о-о Вы посмотрите, какие корни Она сидит в кокосовом грунте Шикарные корни Во все стороны Так Я надеюсь, на меня тут никто же прыгать не собирает Считается, да? А то у нас бывает У нас такое бывает Часто Я в прошлый раз Слава Богу, что вопить не стала Потому что, когда по руке начинает бежать многоножка Это, ну, прямо скажем Удовольствие ниже среднего Ниже среднего Давайте попробуем потихонечку разобрать Грунт В общем-то, рыхлый Со смокотом Она могла бы еще и посидеть Но я все-таки хочу ей добавить Побольше разрыхлителей Да? Я надеюсь, что вам не слышно, как Соседская собака вопит Сегодня она еще Еще тихонько это делает Какая-то очень нервная Псинка Очень нервная Так Вот такая у нас деточка Посмотрите, классная, да? Да У нее идет новый лист Все с ними будет хорошо Вот видите? Вот Новые корешки идут И вот этот лист в любом случае уйдет А, нет Он может и не уйти Он не пробит, остался корешком Вот видите? Корешок выходил очень аккуратно Наверх Поэтому Листочек не пробит Прекрасное растение Как я уже сказала Это Это Голландия, да? Это вроде бы Голландия Из омской закупки Я ее брала Какая она красивая Какая она красивая, ребят Прямо очень красивая Я вам совсем недавно Показывала обзор моих Огландия Ну, кое-что, конечно, меняется Меняется ежедневно У кого-то выходят новые листочки У кого-то Корешки Прямо хорошо так пошли в рост Тронулись Замечательно Так Детку Ну, вот я бы не стала отделять Она еще слишком мала, да? Слишком мала Видите? Ну, вообще Так, ладно Хватит Хватит охать-ахать Мы вот это вот сейчас уберем Эти оглашки посадим Чтобы корневая не сохла слишком Так Ну, давайте Наверное Сильверблю Мы посадим в первую очередь Решила дать ей вот такое Кашпо Вот И давайте мы ей, наверное Чуть-чуть мха, наверное Что-ли, положим, да? Сам хо как-то Получше Грунт тянет влагу Вот Немного Ой Перестаралась, да? Перестаралась чуть-чуть Так И у нее будет Фитильный полив Так Ну Уминайся Не хочет Ну, раз не хочет Значит, мы его увлажним У меня разведен препарат B1 Это я сегодня Своих азиатских Малышей опрыскивала Ну и не только малышей Вот Немножко уплотню его Так И можно А мы осмокот не добавили, да? У меня грунт без осмокота Ну давайте, значит, прямо в горшки Мы это будем делать Так Ой Набрызгала Теперь вот видите Грунт либнет К горшку Ну, короче говоря Бардак навела Бардак Так Добавляю осмокот И перемешаю чуть-чуть Ой Сразу понятно, что я Сегодня не в себе Так, ну-ка Ну, нормально Нормально будет Так Почему не в себе Я вам расскажу сейчас Сейчас все расскажу У меня У меня В дороге две посылки Причем Они попали На областную сортировку По самые выходные Вернее, не под самые Да, одна из них пришла немного позже А вторая А вторая чуть пораньше Ну, вот одна уже прошла Сортировку Мясом А вторая Еще только челябинском Я надеюсь, что я их Обе завтра получу Потому что Потому что они мне Прям вот очень Очень-очень Долгожданными Оказались В одной А давайте не будем Спойлер Да? Давайте Не буду говорить, что Обо всем Узнаем завтра Одну я получу завтра Точно Будет распаковка А вот вторую Если она успеет Пройти сортировку Челябинском И Сортировку мяса И приехать утром На нашу почту У нас отделение почты Не работает В понедельник Я уже говорила Я уже говорила Что у нас почта В понедельник Не работает Поэтому мне приходится Приходится как-то Успокаивать Свои Ручники Ну вот Почему-то не очень хорошо Помогает Ладно Ладно Все Вдох Выдох Работаем с растениями Они же все чувствуют Они чувствуют Когда ты нервничаешь Они чувствуют Когда ты болеешь Они чувствуют Когда ты Не в духе И Для них Это еще более Сильный стресс Ну я имею ввиду Пересадка Чем Когда ты В спокойном Расположении Духа Этим занимался Вот Так Периодически Поглядываю Все ли вам Хорошо видно Ну и вот Можно даже Немножко Поглубже Засыпать По отношению Каглоанемам Вот это Знаете Не засыпать Корневую шейку Это Это не работает Потому что Аглоанемы Способны давать Корни По всему стволу Поэтому Когда стволик Отрастает Можно ее Смело Заглупить Для наращивания Более свежий Корневой Ооо Насвинячила Собирать Грунты Которые Рассыпала Под ноги Себе И начинаю Отмывать Там горшочки Стаканчики Вот это Все Около Цветочную Чуть плохо Чуть плохо Не сказал Ну ладно Ладно Так Давайте Наверное Кому 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 Только одному Вот так Павлину Павлину Шикарно Подойдет Вот этот Стакан Да Так Так Я надеюсь Что я не забуду Что это Павлин Потому что Он у меня Подписан Подписан Был На стаканчике Да Это же Осмокота Ну я Как-то Как вам сказать Давайте Грунт Перемешаем Уже С осмокотом Я Вот Не люблю Я Вот так Да Да Я предпочитаю Точно Знать Сколько Осмокота У меня В грунте Чтобы Не превышать Дозировку Но и Не оставить Растения Голодными А так Вот на глазок Знаете Мне Знаете Как в том Анекдоте Да Давайте Или туда Или Оттуда Это бесит Вот меня Так же Бесит Вот это Вот Как сказать Когда я Не контролирую Чего-то Хотя Можно Конечно Расслабиться И получать Удовольствие От процесса Ну вот Вот как-то Так Так Поехали Сейчас Я вот сюда Его поставлю Я имею Ввиду Грунт Грунт Так Будем Спокойно Высаживать Видите Мне уже Не приходится Контролировать Что куда Попадает Так Девочка Расти красивой Большой Пышной Лисеи Отмирают Со временем Когда их Начинает Прорезать Либо Детка Либо Корешок Так Так Вот так Все Надо было Лоточек Все-таки Взять Тоже Да Да Так По крайней мере Выглядеть Будет Аккуратнее Очень Красивая Агла Анима Павлин Вот Она Сейчас Еще Не до Конца Пришла В себя После Переезда Хотя У нее Вот Тоже Видите Новый Вот Новый Листочек Идет Так Что Я думаю Что Все с ней Будет Хорошо Так Павлин Дальше Супер Вайт Да Для Супер 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 Вайт Странно Я не сделала Отверстие Не сделала Отверстие Ну и Не сделала Не сделала И в этом тоже Отверстие нет Закрытая Закрытая Система Будет Так Давайте Посадим Супер Вайт У меня Грунт Сухой Поэтому Мы Сегодня Польем Слишком Сильно Корневой Мы Не трепали Хотя Нет Трепать Трепали Да Но Я Вот Ни Одного Не Видела Упавшего Листа Корешка Поэтому Мы Их Все Так Польем Так Супер Вайт Посыпем Побольше Я же Вам Говорила Что Пересадка Будет Длительной Это Прямо Процесс Медитации Да Пытаюсь Пытаюсь Не думать О посылках Которые Собираются Прийти Которые Вернее Уже По идее Должны Были Прийти Да Ну Вот На почте Тоже Люди Работают Понимаете Им Тоже Нужны Выходные К тому У нас На нашей Почте Очень Непростые Условия Работы У людей Это Самая Обычная Деревенская Изба И во время Зимних Холодов Да Вообще В принципе Холодного Периода Им Приходится Даже Печку Топить Самим Поэтому Просто Набрались Терпения И ждем И не Подпрыгиваем Занимаемся Пересадками Вот так Так Иди-ка Сюда Давай Ко мы Тебя Расправим Туда Сюда Расправим Вот Где-то Ну вот За этот Листочек Я ее Прихвачу Так У меня Вот такие Стаканчики Они в двух Цветах Поэтому Есть Варианты Выбора Да Белый Или Как же Как называется Цвет У стаканчиков Вот это Бетон Бетон Вспомнила Вот Так Едем дальше Вот эту малявку Вот эту малявку Мы посадим Небольшой Стаканчик Вот в такой Ей еще Рановато Более Обширные Емкости Я уже Наверное Сто раз Говорила Да Что я Очень Не люблю Двухсот Граммовые Стаканчики Вот эти Вот Высокие Которые Для чая Для кофе Одноразовые Мне Больше Нравятся Призимистые Стаканы Так Знаете Почему Наверное Не объясняла Да Ни разу Потому что Когда Из этого Стакана Берешь Переваливаешь Поллитровый Такой же Одноразовый Стакан Еще Куда Не шло Для Пересылки Для Продажи Может быть Кому-то Это и удобно Я допускаю Вполне Но Когда Ты Допустим Начинаешь Пересаживать Уже Даже Из Поллитрового Или Из Двухсот Граммового Стаканчика Высокого Очень Сложно Подобрать По форме Горшок Так Чтобы Корневая Которая Уже Наросла В этой Посудине Да Хорошо Вписалась В новый Объем Потому что Обычно Ну вот Горшки Для Растений Они Не Вытянуты Вот так В высоту Они Примерно Один к одному Ширина И высота Вот Вот Она Любовь Моя Кутлас Кутлас Малышка Малявка Ну да 10 карат Сейчас Посмотрим Если Мог Будет Плохо Убираться То Мы Частично Оставим Чтобы Не Повреждать Вот Эти Молоденькие Корешочки Да Ну вот 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 они Свежие Корешки Видите Зачем Что же Так Дергать Так Ну Корневая У нее Вот Как раз Только По 100 Граммовой Рюмочке Да Наросла А во что Мы ее Посадим Может быть Вот в такой Жемы И ее Как раз И посадим Да Давайте Пускай Она Постоит Растрясем Также Монгола Это Чатра Монгол За состояние Корневой Которого Я опасалась Но все Прошло Более Или менее Хорошо Он Сколько Он Простоял Почти Месяц Получается Да Или Больше Даже У него Мох Тут Начал Расти Глядите Какая Красота Вообще Потрясающе Свежие Корешки Зеленые Потому что Прозрачный Горшок Потому что Прозрачный Горшок Так Ну вот Смотрите То что Я ему Набивала В верхней Части Горшка Этот Мох Остался Конечно Не освоенным Не тронутым Вот так Сюда Слишком Слишком Много Мха Я ему Тоже Не буду Оставлять Ну Не надо Мох С кокосом Мне кажется Это Вообще Немножко Гремучая Смесь Потому что Слишком Влагоемкая Получается Хотя Вот Влагоемкие Посадки Нравятся Вот видите Нравятся Нарастают Корни Вот Как Змеи Что У нас Тут Тут У нас Все Хорошо Так Ну Вот Немного Мха Я ему Оставлю Да А Не надо Дергать Вот Примерно Вот так Влагоемкость Не пострадает И это Уже Кое Что Корневая Посмотрите Корневая У него Достаточно Поверхностная Я в прошлый раз Запихнула его Вот в этот горшок Ну Потому что Она в разные стороны Торчала Да Корневая Поверхностная Стволик Еще не слишком Удлинен А давайте Наверное Мы посмотрим Примерим Те самые Кашпо Которые Я вам Показывала В прошлый раз Так Вот По объему Квадра Он Вот самую Капельку Больше А по высоте Конечно Он проигрывает Ну-ка Шикардос Шикардос Да Ну если Конечно Вот так Вот прям Ставить его Прямо На донышко Без Подстилки Без Ничего А квадра А что квадра Квадра ему Как родной Уже Видите Просто Надо заменить Грунт Вот и все Я думаю Что так Давайте Вот этот Пока Оставим В покое Он ему Великоват Я имею ввиду Следующий Размер Ему Будет Великоват Еще Ну-ка Иди сюда Вот Смотрите Как здорово Я его Сейчас Посажу Немножко Туда Притапливая Ножки Вот этого Горшка Все Решено Мы засыплем Чистой Личузой Без Кокоса Да Да Она Шикарно Проводит Влагу У нас Будет Пространство Для Ох Лешканула Вот У нас Будет Пространство Для того Чтобы Насыпать Ему Грунт Непосредственно Подкорневую И Если Потребуется То Подсыпать Потом Хотя Удобрение Будет Заложено На полгода Давайте Я вам Покажу Поподробнее Что Произошло За это Время За этот Месяц Помните Вот этот Листочек Который Я подрезала Он повредился При Пересылке Так И Начал Усыхать Да Все Процесс Остановлен Все В порядке Вот эти Два Листа Тоже Приходили С ним А вот Эти Он Уже Раскрыл Дома Вот С этим Он Приходил В зачатке В трубочке А вот Это Полностью Домашний Так Что Состояние У него Замечательное Сейчас Я еще Сделаю Порцию Грунта Со Смокотом И мы Его Насыплем Вниз И Лучше Горочкой Потому что У него Вот Видите Вот 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 Таким Образом Нарастает Корневая Лучше Бы Конечно Горочкой Но Сухой Грунт Его Насыпать Горочкой Очень Сложно Поэтому Придется Проталкивать Между Корешками Вот Смотрите Как Хорошо Сел Так Так Видите Кому-то Из растений Я Насыпаю Сразу Много А потом Просто Уплотняю А кому-то Насыпав Совсем Чуть Чуть Мне Приходится Провести Сначала Вот Эту Порцию Через Корешки Да Потом Добавить Немного Еще Снова Провести И Вот Так По Кругу Красти Мой Хороший Ты Такой Красивый Ты Такой У меня Оказался Покладистый Да Вомхе Тебе Так Было Хорошо Скажи А я Тебе Сейчас Как Стрессану Как Скину Корни Да Выпендриваешься Не Надо Скидывать Корни Не Надо Давай Расти Так Вот Так Надо Было Сделать Вот Гром Гром Совершенно Сухой Поэтому Он Может Просыпаться Вот Туда Между Корешками Может Если Бы Его Не Останавливал Мох Влажный Мох Так У вас Тут Конечно Выглядит Безобразие У меня Красиво У меня Зеленый Мох Кругом Вот Я могу Вам Даже Картиночку Наладить Вот Так Вот Нервы 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 Особенно Когда Надо Растение Заглубить Так Вообще Великолепно Посмотрите У нас Сколько Пространства Остается Еще Да Да Давайте Мы Наверное Подсыплем Ему Грунтика Вот Под Самые Вот Сюда Листочки Да Давайте Потому Что Болый Ствол Это Не Всегда Бывает Красиво Да И Потом Там Какая-то Почка Наклюнулась То ли Это То ли Это Корешок То ли Это Детка Будет Видно Вот И Все Вот И Все Так Монгол Готов Ну Давайте Я Уберу Тогда Мох Он Хоть И Красивый Мне А Вам Он Выглядит Наверное Страшно Так Отставлю Мне осталось посадить 10 карат Конечно Им Каждому Я сегодня Сделаю Этикеточки Не потому Что я забываю Как их зовут А потому Что мне нужно знать Когда я их посадила И когда выйдет срок Работы Осмокота Вот Так Баночка В баночке Жила корица Но Как-то Другой Вот Не нашла Нету Поплезости А Бегать Искать Это Только Это Только Нервы Снова Корица Ей Не Помешает Природный Антисептик Так Ну Давай Девочка Вот Замечательно Замечательно Чуть Больше Чем Корневая У нее Сейчас Вот Так И Ей Нужна Будет Опора Потому Что Листья Большие А Корневая Еще Мелковата Так Скажем Да Боюсь Повредить То Что Уже Только Что Наросло Мне Тут Девочки Писали Кто Там Какие Азиатские Что Лигеры Подчистую Срезают На пень Корневую Систему Причем Не листья А Корни И укореняют Заново Почему Наши Блогеры Или Наши Цветоводы Или Наши Коллекционеры Боятся Это делать Вообще Непонятно Да потому Потому Что сравнить Их Условия И наши Невозможно В наших Условиях Мы над Каждым Корешком Практически Трясемся Потому Что Растение Может Загнить Да Может Стрессануть Может Да Все Оно Может И вообще Отказаться Укореняться И все А вы В повышенной Влажности И Круглосуточном Круглогодичном Лете Лопату Воткни В землю Она Прорастет Ну Вот И все Вот У меня Прямо Идеально Хватило Грунта И Сейчас Мы с вами Их Польем Да Так Вот сюда Опа Он конечно Ей не очень По образу Подходит А давайте Мы его Заменим Искала Желтый Горшок Именно Вот такой Формы В доме А он Вот Так Махнем Местами Фикус В желтом Краша Будет Выглядеть Вот так Ну давайте Чуть Чуть Наведу Порядок И мы С вами Польем Так Вот здесь У меня От полива Кого Наверное Мелких Аглоанем Да Тайских Да и не только Мелких Всяких Остался Раствор Экофуз Экофуз Поэтому будем Использовать его А почему Собственно Нет Поливать буду По чуть-чуть Потому что По большей части Это закрытые Системы Посмотрю Как промокнет Грунт Вполне возможно Что попозже Добавлю Вы видите Да Я Да Я у Фикуса Снова Отняла Вот этот Желтый Горшок Керамический Сказала Тебе не надо А нам надо Все Так Вот этот Пролить Надо бы Поосновательнее Немного Да Потому что Горшок Большой Поставила В этот В желтый В желтый Горшок Да Горшок Правильно Сказала Не кашпо А горшок В желтый Поставила Агланемку Кутлас Она конечно Не кувыркается Но Все равно Все равно Вот эти Все маленькие Стаканчики Стопочки Баночки В которые Мы сажаем Растения Они все-таки Конечно Не совсем Устойчивы Да Они не предназначены Для многократного Вернее Многодневного Использования Они предназначены Чтобы выпить Из них Чай и кофе Или съесть Йогурт Скажем Господи Да что у нас Сегодня Какие-то Все чистоплотные В округе Так Давайте посмотрим Еще раз Одной рукой Очень неудобно Вот видите Грунт Пропитался Слабо Потому что Очень и очень Был сухой Так Ты у нас Что Вот тоже Видите Сверху пропитался А вниз Вода не стекла Ну я их постепенно В любом случае Сейчас Пропитаю Чтобы никого Не залить Ну все Удовольствия Нам сегодня Для съемок Видео Давайте попрощаемся Тогда уже Да Вот Вот такая У нас С вами Сегодня Была Пересадка Так Наведем Красиво А то Витром У меня Разгоняет Жалюзи Постоянно Надо бы Грузики Привесить Который год Все не могу Собраться Грузики Привесить Вот Вот такая У нас Большая Немножко Нервная Пересадка Агла 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 Сегодня Я думаю Что мы Сегодня Еще что Нибудь Посмотрим Надо Чем-то Заняться Почему Нервничаю Вы Вы увидите Вы сами Поймете Почему Началось Ставьте лайки Пишите Комментарии Я Я С удовольствием На Каждый Собаке Ты Посмотри Гадюка Ну-ка Замолчи Я С удовольствием На Каждый Нет Ну-то Подумай Я С удовольствием На Каждый Из них Отвечу С вами Была Людмила Оазис Миссис Смит Да Поговорить Прям Не Дадут Всех Вас Люблю И Благодарю За то Что Смотрите Меня За то Что Просматриваете Мои Ролики За то Что Смотрите Их До Конца С Удовольствием Или Нет Не Знаю Поэтому Тех Людей Кто Пишет Комментарии Остальных Пардон Не Знаю Вот Ну Все На Этом Будем С вами Прощаться Всех Вас Очень Люблю И Пока